МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Татьяна Трофимова. Сегодня в нашем выпуске. Национальный проект в действии. На двух столичных предприятиях поднимают производительность труда и решают вопросы занятости. Упустишь огонь, не потушишь. Сотрудники МЧС по Чувашии напомнили правила безопасности. История нашего города. В Чебоксарах стартовал проект, посвященный 550-летию столицы Чувашии. Предприятие Сеспили, Чебоксарский завод силовых агрегатов, первые участники национального проекта производительность труда и поддержка занятости. Четвертый месяц там внедряется принцип бережливого производства. Сегодня на предприятиях побывал глава Республики Михаил Игнатьев. Подробности в материале моих коллег Дмитрия Ковалева и Татьяны Леонтьевой. Слесарь Сергей Играчев собирает один осевой агрегат за полтора часа. Несколько месяцев назад на это уходило больше времени. Раньше было на склад надо было заходить. И сейчас, когда приходишь на работу, уже комплектация всего здесь уже готова. И комплектация ступит, все уже на рабочем месте стоит. И начинаешь только сборку осей сразу же. Это национальный проект в действии. В декабре прошлого года на предприятии начали работать эксперты Федерального центра компетенций. Перед ними стояла задача – проанализировать весь производственный процесс, выявить слабые места и уменьшить потери. Для этого специалисты составили ситуационную карту. Это потоки, которые были в том состоянии, наверное, момент 1 декабря, когда мы начали заниматься. Это запасы, как один из видов потерь, излишние запасы. Это перемещение. Нерационально расставленное оборудование и неправильно выстроенная логистика – основные проблемы производства. Несколько единиц оборудования мы перенесли, тем самым сократили перемещение на 90%. Сотрудники стали отзываться лучше. Даже такие небольшие улучшения позволили сократить и повысить время протекания процесса и повысить производительность труда. Еще одно новшество – создание вот такого центра. В одном месте собрана вся информация о текущих задачах, вопросах и проблемах. Важность информационного центра заключается в том, чтобы каждый сотрудник понимал, каким образом на сегодняшний день идут дела не только на участке, но и на предприятии в целом. Что он должен понимать, что выполнение его сменного задания влияет на успех предприятия. Сотрудники предприятия прошли обучение. Результат проделанной работы уже есть. Сейчас вышли на производство пяти осевых агрегатов в сутки. До прихода и до внедрения этой программы мы производили два с половиной осевых агрегатов в сутки. То есть подъем приблизительно два раза. Теперь мы идем по программе, по выполнению своих мероприятий, которые у нас расписаны на ближайшие три месяца. ФЦК приезжает, проверяет нашу работу, и мы на основании их анализа и наших результатов расписываем дальнейшие действия. На Чебоксарском заводе силовых агрегатов благодаря федеральной программе производительность труда уже выросла на 10%. Многое отмечают эксперты Центра компетенции и зависит от того, соблюдают ли работники элементарные правила. С прошлого года на предприятии начали осваивать бережливые технологии. Зона для проезда погрузчиков и отдельная зеленая дорожка, где могут пройти только рабочие. На заводе говорят, что даже такие мелочи влияют на производительность труда. На стендах наглядные примеры. Сотрудникам напоминают, какие факторы могут провести к потерям. Все то, что здесь делается, прописано прямо в шагах. Шаг первый – включи лампочку. Шаг второй – если не включилась лампочка, позови дежурных электриков и возьми сотовый телефон и набери. И тогда тебе придет ответственный специалист, который четко решит поставленную задачу. Главная задача производителей – нарастить объемы выпуска продукции. Силовые агрегаты из Чубаксар поставляют во многие регионы. Один из крупнейших заказчиков – Челябинский завод фронтальных погрузчиков. Зарплату мы также пересматриваем, то есть она у нас в динамике. Я думаю, что с той программой и с теми показателями, которые мы совместно воплощаем, то есть там будет только рост зарплаты, и мне бы хотелось, чтобы в полтора раза зарплата наше предприятие выше была. Глава региона отметил, что предприятиям первой волны проекта уже удалось снизить себестоимость продукции. Оптимизация процесса – не самоцель. Необходимо увеличивать объемы поставок за рубеж. Это еще одна задача национального проекта. Я воочию сейчас убеждаюсь в том, что на самом деле управленческие команды вместе с собственниками, вместе с нанятыми меджинами готовы добиться результата. И в этом году, по словам Дмитрия Юрьевича, он говорит, мы практически на 15% минимум увеличим производительность труда и объемы отруженной продукции в два раза. Дальше – больше. Михаил Игнатьев отметил, что взаимодействие Республики и Федерального центра компетенций будет расширяться. Общее количество наших предприятий, не менее 60, должно участвовать в этой программе. Потому что это национальный проект увеличения производительности труда и работа с темой занятости, разношен президентом Российской Федерации. Это важный факт. И здесь мотивации для молодых специалистов, которые соответствуют тем компетенциям, для их самореализации появляются дополнительные возможности. Это тоже очень хороший инструмент. До конца этого года участниками программы повышения производительности труда должны стать более 30 предприятий. Крупнейшие заводы Республики уже подали заявки. Квартиры для детей-сирот и многодетных семей. Приобретение социального жилья в Чебоксарах обсудили на еженедельной городской планерке в мэрии. В Чебоксарах реализуются социальные программы по обеспечению многодетных семей, детей-сирот, жильем за счет бюджетов всех уровней. Проводятся закупочные процедуры, заключаются контракты с застройщиками. Работа эта непростая, но ее результат во многом влияют так называемые ножницы, возникающие между стоимостью квадратного метра у застройщика и возможностями бюджета. Как правило, реальная цена жилья больше на несколько тысяч рублей. В прошлом году администрация предлагала 34 тысячи рублей за квадратный метр социального жилья. Именно такая сумма была предусмотрена федеральным законодательством. На рабочих встречах с застройщиками чиновники обсуждают все варианты, чтобы выйти на приемлемые цены. Один из них – город за счет бюджетных средств может строить в новых микрорайонах дороги и садики. А застройщики, в свою очередь, предоставят Чебоксарам социальное жилье по сниженным ценам. Такой опыт взаимодействия у города со строительными компаниями уже есть. Но, увы, в прошлом году, хотя и удалось найти компромисс, строительная компания все же нарушила условия муниципального контракта и вовремя не сдала объект. В результате неоднократных торгов в итоге был определен поставщик, это Ермолай Владимир Федорович. Квартиры были приобретены в жилом доме номер 9 по улице Академика Чаламея. Данный объект, введен в эксплуатацию 11 марта 2019 года. Все документы в настоящее время направлены в управление Росреестра для государственной регистрации права муниципальной собственности на приобретенные квартиры. Для детей-сирот в Чебоксарах уже приобретено 29 квартир. Стоимость контракта более 31 миллиона рублей. В этом году муниципалитет должен предоставить еще 30 квартир. Жилье по социальному найму получают и многодетные семьи, имеющие 5 и более детей. Сейчас в таких квартирах нуждаются 135 семей города. Алексей Латоков отметил, что необходимо выстроить эффективную работу застройщиками, участвовать в федеральных программах по стимулированию жилищного строительства. Поколенческие решения «Единая Россия» обновляет резерв. В финал кадрового проекта вышли 16 человек из Чувашии. Трое из них стали победителями и прошли обучение в Москве. С финалистами встретились в региональном исполкоме партии. Молодая команда начала формироваться. Психологические тестирования, видеопрезентации, рекомендации, этапы конкурса, которые позволили из 8 тысяч заявок отобрать 150 человек с задатками политиков со всей страны. Они стали участниками образовательных модулей, встретились с видными политиками и прошли тренинги. Сейчас победители делятся знаниями и опытом с однопартийцами. Из Чувашского регионального отделения это Дмитрий Щепелев, руководитель регионального исполкома партии, Альберт Ильин, председатель регионального общественного совета партпроекта «Безопасные дороги» и депутат Шумерлинского горсобрания Леонид Пронин. Мне очень бы хотелось личным своим примером, своим участием сократить дистанцию между властью и народом, с людьми разговаривать и работать непосредственно в прямом контакте. Почему на это обращаю внимание? Потому что политическая деятельность, она крайне-крайне, она на самом деле многогранна. Здесь и волонтерство, здесь и депутатская деятельность, здесь и, соответственно, деятельность в рамках политтехнологии. По итогам встречи принято решение создать региональную партийную школу. Пилотный проект в Чувашии уже запускали в 2015 году. Сейчас он снова востребован среди партийного актива и сторонников «Единой России». Ирина Волкова, Борис Андреев, Республика. 254 пожара произошло с начала года в Чувашии. В них погиб 21 человек. Только в минувшие выходные пожарные ликвидировали 5 возгораний. Впереди пожароопасный сезон. И вновь сотрудники МЧС по Чувашии напоминают об элементарных правилах безопасности. Зачастую весной пожары возникают из-за того, что жители начинают сжигать траву и мусор. Огонь быстро перекидывается с земли на постройки, уничтожая все на своем пути. Поэтому в ближайшее время сотрудники МЧС планируют побывать на приусадебных участках и в садоводческих товариществах с профилактической целью. В конце апреля особое внимание местам массового отдыха, различным лесопарковым зонам, местам для пикников и кемпингов. Пока окончательно не сошел лед, беспокойство вызывают ретивые рыбаки, которым все нипочем. Любителей подледной рыбалки можно встретить и на Волге, и на Суре. Из 16 водных участков, где зимой можно было ловить рыбу, осталось 9. Но и их к концу следующей недели закроют. Что касается паводка, то сегодня средняя высота снежного покрова по всей республике составляет 34 сантиметра, что выше нормы на 9 сантиметров. Синоптики обещают, активное снеготаяние начнется уже в конце этой недели. По прогнозам, паводок ожидается спокойным. Как всегда, весной у нас ожидаются небольшие подтопления в этом году. Акцентирую внимание, небольшие подтопления, потому что прогноз в целом Росгидромета говорит о том, что паводок в этом году, особенно на больших реках, будет достаточно спокойным. Малые реки могут принести некоторую головную боль жителям, проживающим на берегах, соответственно, и тем службам, которые занимаются жизнеобеспечением. Отметим, что за последние 10 лет на территории республики режимы чрезвычайных ситуаций из-за затопления населенных пунктов талами и водами водились только в АллатРе в 2012 и 2013 годах. Галина Титарчук, Мальвина Петрова, Борис Андреев, Республика. Прокуратуры республики расследуют дело о финансовых злоупотреблениях в Минспорта Чувашии. Один из служащих самовольно перечислял бюджетные средства за пользование сотовой связью в личных целях. Также выявлены факты перечисления денежных средств лицу, не являющемуся сотрудником министерства. После возбуждения уголовного дела подразделение Минспорта Чувашии по профилактике коррупционных правонарушений предотвратило попытку уничтожения бухгалтерских документов. По этому факту Минспорта Чувашия обратилась в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. Выдворить нельзя оставить. С начала этого года чубоксарские приставы отправили домой пять иностранцев. Сегодня на родину отправились еще два человека. Не по собственному желанию, а принудительно. Все они жители Узбекистана. Отъезда на родину нелегальные мигранты ожидают в Центре временного содержания МВД. Здесь находятся те, кто не первый раз нарушает миграционное законодательство или скрывается от органов. Пять человек выдвинули в этом году. Выдворяли Украину и Узбекистан. Четыре человека приобрели билет за свой счет. Иностранцы не оформили документы, подтверждающие право пребывания в нашей стране. Без специального разрешения они находились больше 90 суток. По закону это штраф и выдворение за пределы государства. Путь исследований за машин не уходить, на своем языке не разговаривать, не ругаться. Слушайте команды, которые делают. Один незаконно жил в Алатаре, другой его земляк нашелся в Кугесях. Он уже четыре года игнорирует решение суда и никак не желает покидать Россию. Вот мы собираем, за все фоткаться. Колкие замечания в качестве защиты. А вот от интервью задержавшийся гость отказался. Сегодня нарушители уже должны вылететь к себе домой. Билеты у них только в один конец. Приставы провожают иностранцев до границы в Казанском аэропорту. Отправки домой в спецприемники сейчас ожидают еще граждане Молдовы, Украины и Узбекистана. Ирина Волкова, Валерий Резюков, Республика. В столице Чувашии прошло заседание Большого Совета Чувашского национального конгресса. Итоги деятельности за прошедший год и задачи на этот. Его основная тема. В республике проводится большая работа по укреплению межнационального согласия и развитию межрегиональных культурных связей между субъектами России. Министр культуры по делам национальности и архивного дела Чувашии Константин Яковлев рассказал о том, что в республике немало средств направляют на реконструкцию строительства сельских клубов. Он отметил, что чувашская культура активно продвигается в Крыму, Мурманске, Москве и Тюмени. Не исключение Санкт-Петербург. Чувашская автономия только за последний год провела более 80 мероприятий. В городе на Неве даже появилась чувашская молодежная организация. Большую работу мы проводим для того, чтобы обычаями, традициями чувашских старинных ознакомить другие народности. В Санкт-Петербурге это более 140 народностей, которые видят. И хотим, конечно, действительно, чтобы они узнавали Чувашии. Поэтому мы на Чувашском поем, на Чувашском танцуем, на Чувашской одежде ходим. Чувашский язык изучают в разных регионах страны. В Ульяновске наш родной язык преподают почти в 100 школах. В этом году открываем Ульяновске в гимназии номер один, где учился Ленин. Как предмет с апреля месяца будут изучать наши чувашские дети свой родной язык. Сохранили две школы в этом году. Это Старой Кулатке, где единственное чувашское поселение, и в Майинском районе, в селе Черекеево. На Ульяновском телевидении даже есть программа на чувашском языке. В стации вполне возможно, эти передачи вскоре смогут увидеть и зрители национального телевидения Чувашии. Юлия Важенина, Александр Магарин, Андрей Спиридонов, Республика. В Чубаксарах стартовал проект «История нашего города», посвященный 550-летию столицы Чувашии. Знаменитые артисты, спортсмены, поэты будут рассказывать о своем творчестве и, конечно, любви к городу. Гость первой – народная артистка Чувашии Августа Ульяндина. Воспитанники 85-го детского сада готовились ко встрече со знаменитостью целый месяц. Учили стихи, ставили танцы, но одно дело слушать песни Августа Ульяндиной по интернету, и совсем другое – вживую. Ача-пача сосыла ях. Ача-пача сосыла ях. Голос был очень-очень нежный, ласковый. Августа привыкла заниматься со студентами, а с такими малышами встречается впервые. Но подобрать нужные слова о своем творческом пути смогла. Знаете, вот история очень банальная. Она совсем простая. Деревня, природа, конечно же, бабушка с дедушкой. А бабушка моя была изумительная певица. И, конечно же, молоком матери, молоком бабушки все это мне настолько передалось. И я уже с детства знала все чувашские народные песни. Может быть, не все, но очень много. Певица объяснила ребятам, что голос, как и музыкальный инструмент, нужно настраивать. И даже провела уникальный мастер-класс. Девочки мычали, а мальчики играли в машинки. О, еще сильнее. А еще за считанные минуты Августа разучила с ребятами танец. И, конечно, вдохновила на творчество. Артель-то быть хорошо, потому что тебе все радуются. Ты знобедитый, ты хороший. И все о тебе знают. Я, когда вырасту, хочу стать модницей, чтобы примерять всякие платья. И сегодня мне понравилась певица со своим нарядом. То, что она украшает сама. Стелла, я люблю Чебоксары. Символ юбилея столицы. И, конечно, мы спросили гостю, за что она любит наш город. За то, что я здесь родилась, состоялась. Люди здесь достойные, самые лучшие. И сам город очень красивый, родной, теплый. Мария Шоклева и Андрей Шоклев. Республика. В Чебоксарском театре «Кукол» прошел творческий вечер театральной актрисы-кукловода Ольги Тарасовой. За 15 лет жизни на сцене ее успели полюбить и дети, и взрослые. Поздравить с творческим юбилеем выехала и наша съемочная группа. Теперь я действительно кукла, со сцены призналась Ольга Тарасова. Ощущение тождественности пришло к актрисе спустя 15 лет работы кукловодом. Каждую роль она не просто исполняет, она ее проживает. Ольга Тарасова дебютировала сразу в роли царицы в постановке «Царевна-легушка». Очень удобно, ведь у дел молодых актеров это не многословные животные, а то и вовсе неодушевленные предметы. Затем были спектакли «Кот в сапогах», «Муха-цокотуха». Всего она сыграла 80 персонажей. Коллеги по цеху считают Ольгу доброй, отзывчивой и позитивной, а еще очень профессиональной. У нее есть чувство ритма, мне это очень нравится. Мы с ней в одном спектакле играем, Бука, это прежний режиссер поставил. Мы уже лет 10 в этом спектакле играем. Хорошо, приятно, партнерша хорошая. Какая в жизни, такая и на сцене. Театральной актрисе удается каждая роль. Исполнение Ольги Тарасовой запоминается и завораживает, а куклы в ее руках оживают. Но, конечно, самое главное в этот день для артистки, как оценивают ее труд те, ради кого она старается. Знаете, такая яркая, харизматичная, всегда настолько отзывчивая, настолько улыбчивая. Вот просто приятно ее сегодня видеть на сцене. И очень хочется всегда ей пожелать, и быть всегда такой позитивной, всегда яркой. И самой такой талантливой девушкой. Спасибо. Ольга Алексеева, Ирина Лампасова, Игорь Зверев, Республика. Они умеют быть счастливыми и учат этому других. В столичном доме культуры Южный региональная общественная организация социальной поддержки и защиты граждан провела благотворительный концерт «Свобода собирает друзей». Концерт получил и второе название – День счастья. Международный день счастья – это один из самых светлых и добрых праздников. Это день улыбок, объятий, поцелуев, отличного настроения и веры во все хорошее. Люди стараются сделать друг для друга что-то приятное и помочь тем, кому это необходимо. В концерте приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья, но с безграничным творческим потенциалом. Их друзья, артисты, так известная эстрадная певица Алиса Ахахпи спела дуэтом с подругой и однокурсницей Галиной Никитиной. И мне хочется, чтобы не только друзья меня поддерживали, а именно поддерживать друзей как-то. Именно общением, советами какими-то добрыми. Ну просто радоваться за успехи друзей. Как говорят, если ты будешь относиться к людям с душой, то и к тебе также будут относиться. И вот мне очень хочется быть полезной людям, как-то помогать. Галя – это пример для меня и для многих людей. Вот всегда, когда мне тяжело, да, что-то не получается, какие-то проблемы, преграды в жизни. Я всегда вспоминаю мою дорогую Галю. Говорю, несмотря ни на что, она такой сильный человек. Она вот живет, она борется, она выступает, она дает людям радость. Вот пример для меня, для подражания. Я всегда беру ее в пример. На встречу с друзьями приехали гости из Москвы. Одно из главных направлений нашего фонда – это создание инклюзивного общества в нашей стране. И без такого погружения, пока ты сам не почувствуешь, пока ты сам рядом не станешь с таким особенным ребенком, говорить под инклюзией очень сложно. Поэтому здорово, что в Чебоксарах есть такой проект. Здорово, что есть такая общественная организация, которая объединяет разных людей. Чувашия в числе десяти пилотных регионов России, в которых реализуется проект «Равенство возможностей». Практики наших инклюзивных методик будут распространять и в других городах страны. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова